Приветствую вас и давайте попробуем разобрать ситуацию так. Вы пишете, что ваш муж на данный момент ушел, вам не звонит, не пишет, но вещи не забирает. Вы соответственно тоже не знаете, что вам делать, как справляться с проблемой. Вы не знаете, как решать ситуацию, как ее преодолевать и в данном случае мне хотелось бы сказать вам следующее. Позвоните ему и просто спросите, как дальше будем жить. Задайте ему этот вопрос, когда дальше будем жить. Спросите прямо, почему он не забирает вещи. Просто прямо спросите. И вот вы получите какой-то ответ. И этот ответ поможет вам понять мужчину. Зачем гадать? Зачем устраивать предположения о том, почему это может быть? Да, конечно же, нужно понять, что начало служить причиной ваших ссор. Нам нужно разбираться, что случилось тогда, когда вы начали ссорить. Но если бы вы хотели бы это разобрать, вы бы наверное либо написали свой вопрос более подробно, либо обратились бы на личный консультант. А из того, что вы написали здесь, явно следует одно. Сколько бы вы не гадали, все равно ситуация так и будет в подвешенном состоянии до тех пор, пока вы сами не сделаете первый шаг. Но первый шаг к чему? Вот ваш мужчина горд, он не хочет спросить прощения, даже если считает, что в чем-то виноват. Возможно, он больше считает, что виноваты вы. И это все не так важно, потому что это все предположение. Ни мы, ни вы до конца, что думает, что ваш мужчина не может. А это означает, что вам нужно сделать только одно. Позвонить ему, выйти на контакт, а может быть даже лучше встретиться, чтобы видеть его. И откровенно поговорить, как просто привет, как дальше будем жить. Привет или привет, почему не забираешь вещь? Причем спросить нужно позитивно, без каких-либо претензий, без негатива. И чтобы просто спокойно поговорить о том, чего хочет муж, чего хотите вы. И, собственно, прийти к решению относительно того, а можете ли вы удовлетворить желание друг друга. Можете ли вы это сделать? Если да, то вы будете пытаться как-то дальше наладить свою семейную жизнь. А если нет, то вы и пытаться не стоит. Только лишь будете трепать друг другу нервы. Зачем так делать, согласитесь? Думаю, что мириться вам и вас кому стоит лишь в том случае, если есть четкое понимание того, в чем проблема. Если четкого понимания того, в чем проблема нет, то и помириться у вас получится. Ибо изменений-то нет. Опыта нового нет. И это значит, что вы помиритесь, какое-то время после примирения пройдет, и вы опять будете ссориться. То есть сейчас нужно узнать направление действует желание вашего мужа, в какую сторону он направлен, положительную или отрицательную. И если это положительное, то уже обсуждать конкретно с ним тогда те проблемы первичные, которые повлияли на то, что вы начали ссориться. Без обсуждения этого, без прояснения всех недоработок, недопоняток, переговоренностей, неясностей и прочего, невозможно будет устранить эти ссоры. К сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше.